Всем привет дорогие друзья! Очередное видео на канале Gadgetmania и сегодня мы поговорим о моем новом выборе это восстановленный iPhone 6s. Поехали! Муки выбора день, два, три и в итоге даже видео небольшое записал, которое скорее всего я скрою, потому что ну там не знаю, нравится не нравится, пока есть, посмотрите, где я выбираю между Xiaomi Mi 5, Mi 5X, iPhone или Samsung Samsung ушел, как всегда, очень быстро, такие модели продаются моментально, с авито уходят в итоге надо покупать что-то следующее для того, чтобы рассказать вам и я решил все-таки добивать линейку восстановленных смартфонов, видосов об этих смартфонах следующим смартфоном, пятерка была, 5s была, шестерка была, 6s Plus есть на тестировании, скажем так и просто 6s, 6s Plus большой смартфон и он мне не нравится просто по габаритам а 6s это телефон, которым действительно удобно пользоваться, при этом там есть уже 3D Touch, там есть улучшенная камера и давайте посмотрим, что мы получаем за восстановленный смартфон стоит восстановленный смартфон 6s там, где я его покупаю, в районе 17-17,5 тысяч рублей в принципе, таких же денег стоит на Алиэкспресс, поэтому ссылки на подобные смартфоны и на проверенных продавцов за которые я практически ручаюсь, потому что, ну, они ни одну тысячу смартфонов отправили на территорию России и никаких проблем не было собственно, сам смартфон лежал в этом пакетике коробка и аксессуары, как всегда, предупреждаю вас, не оригиналы если вам будут говорить, что внутри оригинальные аксессуары и все такое нет, не ведитесь, не верьте этому оригинальные аксессуары, к сожалению, ни китайцы, ни русские продавцы положить в упаковку не могут потому что это будет увеличивать стоимость самого комплекта ну, аксессуары можно приобрести отдельно есть, опять же, интернет-магазины, есть тот же Алиэкспресс или магазин в вашем городе и купить, в принципе, к неплохому смартфону аксессуары можно также я должен вас предупредить о том, что я смартфон вскрывал, проверял ну, потому что коробку вскрывал, проверял, потому что такие устройства надо проверять при покупке для того, чтобы в дальнейшем никаких проблем, так как гарантий никаких-то нет, если покупать в России у китайцев хотя бы гарантия год есть, точнее, или сколько там можно купить эту гарантию за 600-800 рублей в итоге упаковка вскрыта, смартфон проверен я даже установил на него специальное приложение, но об этом чуть-чуть попозже упаковка выглядит следующим образом она практически такая же, как и на оригинале качество шрифтов, нанесенный рисунок то есть китайцы научились все это дело копировать очень-очень хорошо главное, чтобы у нас смартфон был оригинальный ну, а iOS на неоригинальный смартфон установить, в принципе, невозможно собственно, вот сам смартфончик, я надеюсь, сейчас это все дела у нас я смотрю в фокусе, потому что камеру поставил подальше смартфон активирован то есть пробивается по e-mail, конечно же, гарантия закончилась 50 миллионов лет назад официальная от Apple смартфоны могут попасться как азиатского рынка, то есть для Гонконга так и для американского рынка, то есть для, может быть, каких-то операторов но тут никаких обозначений нет у меня есть пару претензий к корпусу то есть корпус стопудово новый, стопудово китайский как бы начинка, экран, все оригинальное вот такая пленочка была наклеена на сам смартфон также мне дали комплектик с e-mail номерами если кто не в курсе, будьте теперь в курсе то есть коробки их много, тысячи штук так же, как и смартфонов и для того, чтобы не клеить e-mail номера изначально на коробку они просто отдельно, отдельно в комплекте лежат и если вам надо, вы приклеиваете и соответственно у вас подтверждается факт приобретения этого смартфона в магазине или с рук или еще где вы могли его купить ванночка, при этом пластик достаточно такой то есть вот по таким мелочам и оценивается качество восстановленного смартфона у недобросовестных продавцов, а я с такими встречался то есть все, полиграфия и так далее, она еще хуже на порядок то есть если здесь не оригинал, то там вообще отстой ванночка, где лежал сам смартфон на смартфон продавец мне любезно предоставил сразу стеклышко я наклеил буквально вчера вот это стекло сразу проверил дисплей на битые пиксели, засветы оговорюсь, ничего этого не было то есть все с этим в порядке но опять же, допустим, я потрогал 2-3 трубки на которых были какие-то проблемы то есть там, допустим, 3D-тач не так работает чем хорошо покупать, допустим, сразу по факту с проверкой чем ждать 2-3 недели с Алиэкспресс и в итоге как бы, ну, ты не знаешь, что ты приобретаешь то есть ты как бы покупаешь и потом, если что, ну, хотя бы есть защита Алиэкспресс где ты можешь, если что, это дело все на видео записать и каким-то образом оспорить, вернуть часть денег либо всю сумму, как некоторые это делают у нас есть конвертик, тут по стандарту все то есть никаких излишивств до сих пор даже с учетом выхода нового iPhone 8 и скоро выйдет iPhone X в комплекте не найдете то есть вот такая вот штучка с сим-толкателем здесь есть а-ля документики и Hello Start Guide то есть, в принципе, все новенькое полиграфия пахнет так немножко, знаете резиной какой-то непонятной то есть она не пахнет так, как, допустим, вы открываете новый смартфон но и разница, друзья 6S на 32-64 сейчас стоит порядка 39-42 тысяч рублей на Яндекс.Маркете посмотреть а тут вы платите 17,5 тысяч рублей то есть, ну, практически два раза дешевле ну и, соответственно, если вам вот такая вот, такие мелочи как для некоторых фанатов Apple актуальны и важны то, конечно же, покупайте новый невосстановленный смартфон далее далее у нас все стандартно вот такой вот комплектик тут все сейчас съехало, скорее всего, да давайте покажу отдельно у нас есть EarPods не AirPods, а вот такие вот EarPods наушнички смотрю специально в экранчик для того, чтобы понимать что у нас в фокусе, что у нас в расфокусе наушники, безусловно, они не оригинальные они могут даже не звучать то есть, один наушник может работать другой не работать да, это вот такие вот, как бы, нюансы по приобретению недорогой техники но при этом вам ой, как хочется, допустим, iPhone 6S я приобретаю такие смартфоны исключительно для того, чтобы поделиться опытом я их приобретаю и, в принципе, за эти же деньги продаю на барахолках у себя в городе для того, чтобы потом приобрести то есть, у меня цель сейчас стоит восстановленный iPhone 7 пока восьмерок нету ну, iPhone 7 восстановленный без проблем можно приобрести хотите в Китае, хотите в России хотите хоть где хотите и есть официально восстановленный есть неофициально восстановленный в общем, это другая история давайте об этом потом уже как-нибудь в следующем видео если вы напишите в комментариях что, Павел, расскажи там нам есть ли какая-то вилка то есть, есть ли какой-то допустим, плюсы приобрести в России может быть, там через тебя может быть, там мы лучше тебе какие-то деньги заплатим ты съездишь, проверишь, купишь как я это, допустим, делал для Александра Мордынского но там приобретался новый телефон оригинальный, невосстановленный все с этим было в порядке пишите, я обязательно отвечу на все ваши комментарии если комментарий будет очень как бы, скажем так, умный даже, может быть, его закреплю для того, чтобы люди видели мнение пользователей мнение моих подписчиков и людей, кто смотрит ролик итак, наушники здесь у нас новые с виду но открывать их, проверять ну, то есть, я не считаю нужным потому что, ну, скорее всего ничего удивительного не услышу и ни какой-то там звук который просто порвет мои уши в хорошем смысле слова там я не обнаружил у нас есть зарядное устройство в принципе оно даже, ну, в какой-то степени очень сильно, конечно похоже на оригинальное здесь стоит яблочко но, безусловно это не оригинальное зарядное устройство я говорил ранее и повторю сейчас если вы приобретаете смартфон без разницы после просмотра моего видео после просмотра другого видео на ютюбе или просто по рекомендации знакомого а я там на алиэкспресс купил восстановленный самсунг или айфон или еще какой-то аппарат и мне все хорошо внутри такие аксессуары с виду новые не пользуйтесь вот этими штуками перестрахуйте себя да, бывают они качественные были случаи когда они даже работали дольше и лучше чем те аксессуары которые, ну, Apple на самом деле оборзели потому что до сих пор класть в коробку с новыми айфон 8 которые поддерживают быструю зарядку одноамперную вот эту вот вилочку это, ну, вообще позор если честно зашквар но, я еще раз говорю лучше потратить там 200-300-500 рублей купить нормальную зарядное устройство которое вы будете уверены что ваш смартфон даже может быть не может быть а восстановленный который стоит недорогих денег но он хотя бы не сгорит и ничто не случится с контроллером питания которое стоит отдельно дороже так нам не надо ватсап чтобы работал ну и собственно сам кабель он тоже выглядит как оригинал но я даже не знаю заряжает он не заряжает я их просто трогать не буду потому что я придерживаюсь рекомендованного вам способа не пользоваться аксессуарами которые кладут в любом случае даже там где я беру да, многие спрашивают типа ты где берешь короче я беру людей которые оптом покупают у китайцев просто большим оптом и цена бывает иногда даже чуть-чуть ниже или такая же как с Алиэкспресс только ждать не надо в общем по комплектации в принципе все здесь все достаточно понятно изначально я это все знаю но еще раз вам об этом рассказываю для того чтобы вы просто себе зарубили на носу что коробка аксессуары они не оригинальны однозначно но сам смартфон оригинален и так перед нами хороший объем памяти 64 гигабайта айфон 6s у него работает все кроме тач айди вы можете сказать блин ну опять вообще какие-то косяки тач айди не работает это стоп до варев там надо будет материнскую плату менять она там не что-то с ней случится друзья я не первый месяц пользуюсь и эксплуатирую и тестирую восстановленные смартфоны можно сказать уже съел на этом собаку как говорят некоторые да и знаю за что я говорю если я рекомендую продавца то он действительно продает хороший смартфон и у него есть какая-то гарантия если я приобретаю сам у каких-то людей там с рук с авито или еще что-то я обязательно это все смотрю есть очень много нюансов мелочей из которых складывается общее впечатление о смартфоне в первую очередь вам надо осматривать сам корпус потому что я вчера приобретая этот смартфон еще раз повторюсь два телефона было мною отбраковано потому что там было явное нарушение геометрии корпуса сразу были видны определенные царапины сколы точнее небольшие недочеты на стеклышки камере то есть китайцы некоторые до такой степени небрежны даже на фабрике на которой восстанавливается то есть производится работа или это не фабрика а просто какое-то помещение где китайцы работают да можете посмотреть на ютюбе есть ролики где в шэньчжэне на рынке электроники там там можно собрать робота робота айфон да там из нескольких айфонов потому что там очень много и очень много этой продукции очень много запчастей и так далее первое что на что стоит обратить внимание это корпус внимательно его осмотрите он сто процентов неоригинальный но вы должны понимать что компания apple не производит аксессуарику вот у меня вышло видео про восстановленные с официальными запчастями смартфоны айфон 6s plus на 64 гигабайта там компания сотовый оператор америки и канады заморачивается устанавливает или ремонтирует определенный там устанавливается корпуса которые им присылают непосредственно сама компания apple с факскона не с факскона в общем они тоже рефы но за качество материалов внутри вот я голову даю на отсечение что они точно такие же как в тех смартфонах которые вы приобретете непосредственно в магазине у себя там не знаю в том же связном или еще где-то в ресторе в общем в больших магазинах где продают новые телефоны опять же восстановленные телефоны китайцами бывает хорошая модифактура бывают хорошие запчасти но всегда они допускают мелкие недочеты на которые ты закрываешь глаза потому что это стоит на порядок ниже осматривайте корпус то есть корпус смартфона он должен выглядеть максимально новым он не всегда выглядит максимально новым даже на новом устройстве все вот эти вот мелочи в виде просверленных дырочек под решеточку динамика аккуратненькие не отсутствие заусенцев на самом корпусе на тактильных ощущениях между стеклом и самим корпусом вот на такие мелочи надо обращать внимание без разницы покупаете вы на авито покупаете вы с рук где-то там в Караганде либо вам присылают с Алиэкспресс всегда включайте камеру смартфон без разницы что и записывайте для того что потом предъявить претензии перебрав два смартфона на третьем я остановился меня все устраивает но и тут китайцы меня насмешили но в принципе мне от этого все равно штампик в виде надписи айфон и сервисная сервисная информация о том что это сделано типа дизайн в Калифорнии собрана в Чине соответственно в Китае модель А1633 кстати если что ЛТЕ поддерживается всеми операторами на территории Российской Федерации могут быть какие-то проблемы там у какой-нибудь не знаю даже я не знаю у какого оператора могут быть проблемы но в принципе у меня МТС у меня ловит дальше уже смотрите просто модели А1633 А1686 в общем смотрите внимательно изучайте перед этим всем информацию в интернете в гугл просто знает все и вот этот штампик айфон 6s то есть яблочко оно здесь точно такое же как в оригинальном телефоне а вот этот штампик во время то есть когда идет либо на линии на производственной специальный инструмент штампует вот эту информацию ну и видно явно видно что они во-первых промахнулись да то есть он не вертикально не горизонтально точнее вот в этой плоскости лежит а он немножко смещен то есть вот я даже это вижу в принципе другой посмотрит скажет блин ну штампик да штампик хотя сейчас качество у заводов apple то есть у тех устройств которые приобретаются отдельно там новый телефон берется новый телефон начинаешь его рассматривать тут косяк тут косяк тут косяк такого 5 лет назад ну не 5 окей я может быть немножко придумываю 3,5 года назад 4 года назад не было такого качества сейчас раньше рынок делился там смартфоны для США были немножко качественнее чем смартфоны которые поступали на рынке СНГ смартфоны Европы были чуть-чуть качественнее чем смартфоны поступающие на территории рынка США смартфоны азиатского происхождения были всегда дешевле потому что в Гонконге самые низкие цены на продукции Apple в мире и вот в общем целом вы смотрите внимание обращаете внимание на вот такие вот мелочи делаете вывод что все вам нравится вот на этом третьем смартфоне я остановился у него действительно действительно хорошее качество именно на исполнение корпуса он алюминиевый не знаю 7000 это серия алюминия не 7000 мне все равно специально гнуть я его не буду и поэтому я на такое не обращаю внимания мне главное чтобы мелких недочетов не было не было прям откровенных дырок между дисплеем и корпусом остальное уже как говорится дело хозяйское и сам дисплей если на него посмотреть соответственно это внешний вид мы обсуждаем сейчас внешний вид восстановленной айфона 6s и это просто в первые впечатления после покупки то есть это не обзор этого телефона я обязательно напишу сценарий сниму расскажу вам после там хотя бы 5-10 дней эксплуатации данного телефона далее у нас не работающий сканер отпечатка пальцев для меня это ничего страшного для многих это критичный выбор есть возможность приобрести с работающим сканером отпечатка пальцев если кому-то эта функция будет актуальна сейчас я думаю вы все видите и дисплей то есть если я заблокирую то есть я могу поставить пароль разблокировки но сейчас разблокируется без всякого пароля дисплей здесь если на него смотреть в выключенном состоянии и присматриваться вообще присматриваться вот так вот да вы на нем конечно увидите матричную сетку так называемую сетку из которого из которого содержится состоит дисплей вообще вот эти вот пиксели он однозначно здесь вообще телефоны точнее компания Apple не торгует именно запчастями что можно купить там оригинальный аккумулятор или оригинальный дисплей или оригинальную кнопку power или еще что-то почему не работают допустим Touch ID потому что они отсоединены с процессором то есть процессор материнская плата со всеми на нее напаянными агрегатами продается точнее выпускается вместе один раз на всю жизнь с кнопкой Home именно со сканером отпечатка пальцев поменять ее никак невозможно китайцы нашли способ как это сделать как работает отдельная кнопка в виде просто толкателя в виде просто просто кнопки физической то есть там нет сканера отпечатка пальцев там нет ничего разница между сканером отпечатка пальцев смартфоном и без порядка 4-5 тысяч рублей мне он ну просто ни нафиг не нужен я не хочу за это переплачивать многим из вас может быть может быть стоит за это заплатить в итоге все равно вы получите там за 22-23 тысячи рублей телефон со сработающим сканером отпечатка пальцев дешевле на порядок ну как минимум на десятку дешевле чем допустим телефон в большом магазине у вас в городе и заканчивая про дисплей в принципе к нему никаких претензий нет то есть он 3D touch сейчас я вам покажу у него никаких проблем сейчас вот если вы видите ну я наверное подсниму чтобы здесь как говорится было покрасивее у него работает 3D touch у него нет битых пикселей у него абсолютно работает хорошо яркость дисплея засветы минимальные они есть даже на новых телефонах ну потому что это IPS матрица с разрешением можно сказать HD 1300 там на сколько-то там на диагонали 4,7 дюймов в принципе мне все нравится далее смотрим мы на внутренние компоненты которые мы не можем посмотреть визуально здесь для того чтобы нормально все работало нам нужно питание питание это у нас аккумулятор что такое аккумулятор вы покупаете вам приходит телефон с алиэкспресса либо вы прибегаете навстречу с продавцом на авито вы в первую очередь просите разрешение установить элементарную программу во-первых конечно же должен быть чистый iCloud для того чтобы вы могли пользоваться полноценным устройством у вас абсолютно должен быть человек должен выйти с айклауда даже с китая присылают телефоны золоченные не вышли с айклауда вот и все вы устанавливаете просите разрешение если пришло с китая с алика вы устанавливаете программу Battery Life она устанавливается она абсолютно условно бесплатно то есть вот такую вот информацию вы можете получить не заплатив ни рубля потому что про-версия программы стоит каких-то там 229 рублей но она вам не нужна и с помощью этой программы вы смотрите состояние жизни вашего аккумулятора если по опыту если у вас у меня сейчас стоит 100% потому что я беру тех людей которые непосредственно ну они новые я знаю что они новые и никаких проблем нет если у вас меньше 60% то вам скорее всего стоит задуматься о замене аккумулятора купить опять же в Китае на алиэкспресс этот аккумулятор стоит там 700-800 рублей максимум установить самому или заплатить деньги в сервисном центре либо пойти в сервисный центр у себя в город в городе каждый решает сам в итоге смотрите информацию о батарее это первое что вам надо надо сделать смотрите информацию об iCloud для того чтобы ну все чтобы у вас там был вышедший из этого iCloud далее следующим образом вы смотрите на звук то есть проверяете работу звука и микрофона для этого вставляете симку набираете сервисную какую-нибудь информацию я всегда звоню 0890 это МТС как бы сейчас сим-карта не вставлена давайте позвоним в не надо нам дозваниваться до МТС 112 соответственно включаете громкость то есть вот так вот все работает проверяете триггеры все то есть кнопки включения выключения регулировки громкости должны работать кнопка перевода в режим и знаете начиная с айфона 6s здесь вибрация такая стала как бы она не такая как на шестерках на 5s как бы была на всех смартфонах до 6s а она здесь именно такая очень ну то есть тактильная отдача в заднюю крышку устройства то есть в заднюю часть устройства и она здесь действительно то есть я знаю я держал оригинальный айфон 6s невосстановленный и вот я сейчас держу в руках 6s уже на протяжении суток записываю вам это видео и я чувствую что здесь вибромотор он оригинален полностью после этого после того как вы все это дело проверили вы конечно же проверяете камеру для того чтобы проверить камеру оригинальная она не оригинальная существует куча всяких нюансов но я вижу вижу о том что здесь либо действительно стоит совсем оригинал оригинал либо здесь как бы качество снимков то есть она очень-очень хорошее качество снимков давайте я вот так вот пофотографируюсь качество снимков здесь действительно хорошее камера проверяется ну визуально опять же на наличие артефактов на наличие каких-то пятен на матрице что на итоговой фотографии вы получите ну вы увидите что с камерой что-то не в порядке проверяйте камеру проверяйте звук проверяйте динамик и в принципе ну конечно же вайфай bluetooth это все должно работать это не обсуждается сим-карта связь должна ловиться ловиться проверяете актуальность объема памяти которая заявлена при приобретении смартфона и все и вот вуаля вы получаете смартфон 270 долларов в сша 6 ска на 64 гигабайта вам вот так вот хватит этой памяти обмотаться может карты памяти не вставляются в айфоны в оригинальные может в android копии вставляются но в оригинальной не вставляются и в принципе вы начинаете пользоваться смартфоном запихивать его в чехол с дыркой под яблоко без дырки под яблоко у меня очень прикольный чехол потому что ну я его очень долго выбирал он у меня универсален для всех дисплея смартфонов с диагональю 4 7 дюйма то есть для шестерки 6 ски и принципе наверно нет под семерки уже под семерку уже не подойдет и в итоге мы получаем телефон iphone 6s на 64 гигабайта оригинальные с оригинальными запчастями внутри с неработающим touch id но за шикарные 270 долларов вообще красота все подробные ссылки как и где купить смартфон будут в описании под этим видео это были мои первые эмоции от приобретения данного аппарата для подробного изучения и рассказов в итоге как в обзоре для вас обязательно ставьте лайки ставьте дизлайки как-то проявляйте свою активно для того чтобы ну просто быть нормальными зрителями обязательно подписывайтесь на группу вконтакте сейчас на сайт гаджет мания можно не проходить потому что деньги закончились за хостинг надо заплатить бывает и такое ну в общем пишите комментарии друзья поддержите меня я прошу вас поддержите просто плюсиком просто поддержите этот видос и как другие все другие мои видео они более-менее нормальные я нормально адекватный человек и конечно же репосте репосте это везде и вся чтоб люди знали что можно приобретать технику не переплачивая потому что люди думают а восстановленный телефон нет друзья нет восстановленный телефон это не беда это нормально восстановленный телефон это не какое-то проклятие потому что люди думают восстановленный телефон все сгорает на хрен к чертям да если покупаешь не у добросовестных продавцов а добросовестные продавцы по ссылкам в описании всем удачи совсем скоро увидимся всего доброго пока пока а